Дольче Вито Это будут триггеры Как вы видите ногти у меня очень такие, достаточно длинные Вот поэтому немножко где-то будет таппинга Я буду использовать вот такую дощечку Даже это не дощечка Это пластик То есть это не дерево Софии Такую штучку А с этой вот такая Ну да, маркером здесь можно рисовать Вот только дочка моя рисует карандашами на бумаге А здесь не рисует, это было куплено года три назад Самые первые буквы, которые я ей писала Она уже в пять лет читает тоже И я хочу познакомить вас с некоторыми итальянскими словами Как вы понимаете это будет такой близкий шепот И Будем писать Мела То есть это триггеры Мел Письмо И итальянский язык Поэтому Желаю вам приятного релакса Начнем Итак Так как Видео АСМР связано с расслаблением То первое слово, наверное, которое приходит на ум Это, конечно же, слово доброй ночи, спокойной ночи Это будет Это будет БОНА НОТТЕ Они бывают, говорят просто НОТТЕ БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ Опять же таки Вы видите двойное, две буквы Д БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ Спокойной ночи БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ БОНА НОТТЕ Следующее слово, которое мне сразу же пришло на ум Конечно же, сладких снов Хороших сладких снов В итальянском языке это звучит как СОННИТОРО Если дословно перевести То это не сладких снов А золотых снов Если прямо слово в слово Но означает это Это как Если русский перевод То есть это вивалент нашему выражению СЛАДКИХ СНОВ СОННИТОРО А вообще ОРО это золото СОННИТОРО 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 БОНА НОТТЕ СОННИТОРО БОН РЕЛАКС Какое еще вражение может прийти В ассоциацию С АСМР ДОРМИРЕ Спать Глокол такой ДОРМИРЕ ДОРМИРЕ Спать ДОРМИРЕ ИО ДОРМУ Я СПЛЮ ТУ ДОРМИТИ СПИШЬ ЛЕЙ ДОРМЕ ОНА СПИТ ЛУЙ ДОРМЕ ОН СПИТ НОЙ ДОРМЯМО МЫ СПИМ ВОЙ ДОРМИТЕ ВЫ СПИТЕ ЛОРО ДОРМУНО ОНИ СПЯТ ИНОГДА В инстаграм девочки пишут о том, что хотели бы изучать итальянский Вот, кто-то даже изучает Из девчонок начал Знаете, итальянский легкий язык На самом деле, если у вас есть база английского То вы учите итальянский очень просто Там достаточно простая грамматика Вот, произношение Хотя, я знаю много людей Которые живут, конечно, даже десятилетиями в Италии И у них русский такой Группый акцент В то время, как понимаете Вся Италия поделена на регионы И поэтому в каждом регионе Будет свой и акцент И, естественно, диалект Но даже акцент очень-очень чувствуется Например, около Венеции Произношение Знаете, такое, как будто для меня Они как не итальянцы, как иностранцы То есть, они говорят, как Наверное, произношение их Очень близко к произношениям Русского нашего слова Если говорить по-итальянски не стараясь Например Сегодня даже смотрела не АСМР, а простое видео И там пара Они сами живут Вот там, в Венето Это район Венеции Трес, Девенето Тревисо И, значит, они так произносят Сейчас, если придет на ум Mi piace Вот практически говорят не Mi piace В итальянском языке буква G Она такая, знаете Где-то к белорусскому очень близко Mi piace Особенно вот юг Ну, не знаю, как Хотя, нет Особенно вот Сицилия Неаполь Особенно Они вот произносят Mi piace Che piace То есть, такое Che, che, che Да Вот В регионе Как я уже сказала Венеции Mi piace Mi piace Практически Но это не C Но это между C и C Так как я говорю еще и на Италии А на Испанском Я филолог Переводчик Лингвист В общем, испанского языка Мой основной язык был испанский Кто меня смотрит, тот знает Да Факультет именно испанского языка Университета лингвистического Я оканчивала в свое время То То Значит Что я хотела сказать Этот шум меня сбил Перебил Представляете Вылетело слово Что-то я про испанский Хотела тоже сказать А, да То, что И испанский язык тоже Он очень разный В зависимости от регионов А особенно Если еще Регионы в произношении Похожи То Латинская Америка И Испания Очень отличаются Но сейчас мы не об испанском языке Я сделаю видео Наверное И на испанском языке Сейчас мы про итальянский Так Дальше Что у нас еще ассоциируется с АСМР Что у нас ассоциируется с АСМР Что у нас ассоциируется с АСМР Я уже перенесу, хотя, конечно, так нельзя, но мне места не хватает Засыпать В итальянском языке Употребление места имени не обязательно То есть, если в английском мы говорим I speak, да То в итальянском языке не нужно говорить io parlo Я говорю Достаточно просто сказать parlo, parlo italiano Я говорю по-итальянски Или, например, мы говорим по-итальянски В английском мы скажем we speak Italian А по-итальянски мы не будем говорить noi parliamo italiano Мы просто скажем parliamo parliamo Но иной нам не нужно Потому что это уже сразу будет понятно, что это мы Мы говорим parliamo italiano Такой маленький мини урок у нас даже, да, итальянского получается Может быть, я думаю, кому-то интересно Так, дальше Дальше Сразу вот говорила про аторментарси Закрывать глаза Тоже, да Когда мы слушаем ASMR мы закрываем глаза Часто, если это, например, не магазин или еще что-то Так Например Значит, то есть Закрывать глаза Кьюдере Лёгкие Окки Это глаза Лёгкие Кьюдере Закрывать Кьюдере И дверь закрывать Кьюдере И глаза закрывать Кьюдере Потом идёт такой артикль во множественном числе Читается тоже так же ЛИ Эта буква не читается В этом сочетании, как и в том С буквой Н ЛИ Лёгкие Окки Смотрите Здесь тоже идёт Две буквочки Ч Это буква Ч Но даёт звук К Потому что после Потому что между Значит Потому что буква Вот эта АК Английская H По-итальянски АК Расделена То есть Эти две буквы Если букву Ч И гласную разделяет Буква АК То звук превращается вместо Ч В звук К И получается Не ОЧИ А ОКИ ОКИ Лёгкие закрывать глаза КЬЮДЕРЕ ЛЁКИ Закрой глаза КЬЮДЕЛЁКИ Я могу задать вопрос на английском Вернее, задаю на английском И требую ответ на английском Задаю на итальянском И вы знаете Извините Может вырежу, может нет И вы знаете Детский ум очень хорошо схватывает Ну вот как дети билинговы У меня муж русский Ну русский белорус То есть мы оба русскоязычные Но так как я 50% То есть 50% говорю на русском 50% на итальянском Ежедневно я говорю на итальянском Даже когда я не в Италии Я все равно говорю на итальянском То можно сказать Что в этом случае я получаюсь Как носитель второго языка И для своей дочки Ни один английский Или ни один итальянский А я сейчас решила вот так вот В паре два языка вести И вы знаете Я вижу, что это очень Даже может быть Буквально Вот я заметила недавно Если я давала только Раздельный английский И итальянский То вот сейчас Я даю вместе И вот эти вот Знаете Самые известные Ну то есть самые употребляемые Начальные вот эти слова Я не слова Ее учу Да Как и раньше Я всегда преподаю язык Уже общими фразами Вопросами Чтобы уже Как говорится Разговор начинался С первого урока Вы знаете Вот у меня сейчас Ходит подруга На курсы английского Я поражаюсь Почему до сих пор Идет преподавание Которое не дает Возможности Человеку За 30 лет Который не первый раз Учит английский Это не первый курс английского Просто говорить Просто Простые фразы Простые предложения Простой какой-то Текст там О себе Либо там О своей жизни О работе Но без ошибок Понимаете Я не говорю Что-то сложное А простое Потому что Такое преподавание Никакое Преподавание Просто Позируется Создать Вот эти вот Таблички Какие-то С этими глаголами И люди Супрятых С этими словами А ведь Правильней Было бы По крайней мере Своего преподавательского Опыта Я просто Ну Сто процентов Говорю У меня были Разные Ученики У меня были Ученики Так Минимально Наверное Может быть Десять лет Или Одиннадцать Девятнадцать Двадцать семь Тридцать шесть Четырнадцать Девушка Хотела Тридцать восемь По-моему Еще кто-то Ко мне Хотел Ну в общем Тридцать Вот такой возраст Да Ну назовем От десяти До сорока лет И я вам хочу Сказать Я хочу сказать Что Результат был Именно потому Что я Не преподавала Вот эту Сухую Грамматику А отдельно Сухой Вакабуларе Да Слова Нет Нет И нет Я преподавала Сразу Мы начинали Включались В разговор То есть Вначале Если человек Совсем не знает Языка Шли И тут Правила чтения Например Ну Человек Который не знает Как читать Конечно Он не прочитает Окей Правда Значит Так как Итальянский язык Имеет буквально Немножко Правила чтения Первый урок Чтения Произношения Оно очень легкое В итальянском Что видим То читаем Вот И был результат Всегда Потому что Я начинала Всегда С Включать людей В разговор Хочешь Не хочешь Со мной Заговоришь Вот Девчонки Мальчишки Так Хютер Легкие Ну и что И наверное Сделаем еще Пару таких Фраз Старе пене Старе пене Ничего Старе пене Старе пене Так Старе пене Старе пене Это Когда Все Хорошо То есть Feel good Здесь Можно Перевести Чувствовать себя Хорошо Старе пене Старе пене АСМР Чего Старе пене Перевод АСМР Помогать нам Чувствовать себя Хорошо Как-то Вот так Можно Перевести Старе пене А еще Такой Глагол Сен-тирси Вот это Больше I feel good Чувствовать себя Сен-тирси 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 Пене Сен-тирси Пене Это хорошо Сен-тирси Это вот этот Английский Глагол To feel Чувствовать себя Хорошо Чувствовать себя Сен-тирси Пене АСМР Чего Пене АСМР делает нам Хорошо Чи сен-тиаму Кстати Чи сен-тиаму пене Я себя чувствую Хорошо Я чувствую себя Хорошо Я чувствую себя Я чувствую себя Я чувствую себя Подключил Но многие знают Все-таки английский Всегда Хотя по-басу Мне сенту Бене Мне сенту Бене Cuando Ascoltó Видео АСМР Я чувствую себя Хорошо Когда Слушаю Видео АСМР Мне сенту Бене Мне сенту Релассато Я чувствую себя Бене Было Хорошо А теперь Я чувствую себя Расслабленным Я чувствую себя Расслабленным Релассато От слова Релакс Мне сенту Релассато Когда Аскольтую Видео АСМР Я чувствую себя Расслабленным Когда Когда Слушаю Видео АСМР И видео АСМР На сегодня Первый урок Закончен Мои хорошие Надеюсь Вам понравилось Пишите в комментариях Понравилось ли вам Такая форма Может буду еще Что-то такое делать Грация Как всегда Я вам говорю Спасибо До свидания С вами была Ваша Дольче Вида Спасибо за пальчик вверх Пача прачи Чао Бонанотте И Согни Доро Чао Чао Продолжение следует... Продолжение следует...